Смотрите сегодня в программе Не сталкер, а ждалкер Shadow of Chernobyl Игра осталась, что называется, при своих Это колоссальных размеров экшен, снабжённый внятной сюжетной линией Red Ocean Уникальные подводные эффекты Огромная окружающая среда Целая свора боссов в конце уровней и несколько видов оружия Звучит заманчиво, но что нас ждёт на самом деле? Смерть шпионам Этих суровых ребят побаивались даже солдаты регулярных советских частей Не говоря уже о немецких диверсантах и офицерах Незаметные, ловкие и беспощадные Они способны уничтожить целый отряд без единого крика и выстрела Донателло Микеланджело, Рафаэл и Леонардо Герои середины 90-х Легендарные черепашки-ниндзя Силы куда более могущественные Чем древнее зло Инопланетяне и русская мафия вместе взятые Привет народ, это снова мы Борик и Фак Фак это программа о компьютерных играх в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даём полезные советы А я? Я это я Ну ладно, хватит поясничать, переходим к делу Red Ocean это скромная игра как по системным требованиям так и по всем остальным параметрам Однако мы считаем, что она стоит нашего и вашего внимания Сюжет игры начинается с того момента когда к Джеку Харду владельцу школы дайверов приходит клиент Амерсон который казался вовсе необычным любителем подводного плавания а агентом ФБР Он захотел добраться до определенного места и там нырнуть на дно океана В итоге наш преподаватель дайвинка Джек слышит степение умирающего агента а на дне оказывается целый город Бывшая военная база СССР которой сейчас пользуются террористы Вся эта история попахивает плагиатом на Far Cry Разработчики обещают кучу вкусностей экшен нон-стоп под водой и не только Уникальные подводные эффекты Огромная окружающая среда Целая свора боссов в конце уровней и несколько видов оружия Звучит заманчиво Но что нас ждет на самом деле? Игра поступила в продажу 19 марта 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео А также 800 МБ на жестком диске Действия игры происходят в бесконечных похожих помещениях Иногда их разбавляют неким подобием подводных пещер Ваша задача уничтожить всех и вся А противников будет все больше и больше Долго играть в это однообразие нереально Поэтому игру сделали короткой Немного больше 5 часов чистого игрового процесса Геймплей мы оцениваем как средний уровень 3 балла Несмотря на скромные системные требования Игра показывает вполне хорошую картинку Поддерживаются основные современные технологии Но особым качеством игра похвастаться не может А если постараться, то можно даже провалиться Из-за глюка в бирюзовую пустоту океана Графику мы оцениваем на 4 балла с минусом Кстати, взрывы бочек и ломающиеся ящики Сделан достаточно интересно Озвучка в игре также среднего класса Прикольно ругаются террористы Но однообразно Выстрелы спровождаются привычными звуками Для соответствующих видов оружия А музыка изменяется в зависимости от происходящих событий Звуковое оформление мы оцениваем на 4 балла Общее впечатление от этой игры не самое плохое Эта игра подходит скорее для консолей Чем для персонального компьютера С одной стороны, яркая картинка Хороший звук и несколько видов оружия С другой, простенький сюжет Однообразной локации и противники Мы уверены, что при желании Разработчики могли бы дотянуть эту игру Хотя бы до уровня рок-труппер прошлого года Наша общая оценка игры 3 балла Red Ocean вполне себе нормальная игрушка В меру современная, яркая и одновременно простая Уверен, что такие игры должны существовать Именно в таких простых играх Усваиваются навыки владения мышкой, реакцией И вообще умение играть в компьютерные игры Так сказать, выращиваем новое поколение геймеров Именно для них мы дадим полезные советы по прохождению И дадим ответы на вопросы А всем остальным ждать сталкера в конце программы Первый вопрос Помогите пройти шестой уровень, где лучевая пушка В принципе, все просто и понятно Но пушка опять начала двигаться Что мне делать дальше, не понимаю Отвечаем В пушке есть две синих штуки Надо уничтожить их обе И тогда можно будет идти дальше И такой немного странный следующий вопрос Это шутер от первого лица и без мультиплеера Что же это такое? Отвечаем А зачем тебе мультиплеер? Игры могут быть хорошими и без многопользовательского режима Например, Мафия или Макс Пейн И не забывайте экономно расходовать патроны А когда вы получите более мощный вид оружия Они вас могут выручить в ситуациях с большим количеством противников Правая кнопка мыши — это не только скромный прицел Но и более мощный выстрел Хотя он тратит несколько больше патронов 19 апреля 1943 года при Наркомате обороны СССР Создано Главное управление военной контрразведки СМЕРШ Задачей структуры входила борьба с разведывательно-диверсионной деятельностью иностранных А в первую очередь фашистско-немецких спецслужб Игра «Смерть шпионом» рассказывает о нелегкой службе бойцов невидимого фронта На примере боевого пути Семена Строгова, капитана 4-го отдела контрразведки Смерть шпионом будет разбита на десятых эпизодов Каждый из которых, по зверению разработчиков, основан на реальных исторических событиях Действовать придется в тылу врага Причем в ассортимент заданий, помимо упомянутого уничтожения офицеров противника Войдут диверсионные миссии Для успешного выполнения заданий главный герой обучен огромному количеству трюков Бравый капитан умеет резво бегать Ловко прыгать, бесшумно краситься Ползать, мастерски взламывать замки Воровать все, что плохо лежит А также управлять различными видами транспортных средств Включая мотоциклы и грузовики Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 2 ГГц 512 МБ оперативный И 128 МБ видеопамяти На жестком диске Смерть шпионом займет 3 ГБ Геймплей в большей своей части напоминает стелс Но на открытых уровнях есть зоны Где нам предстоит участвовать в настоящем экшене Однако вести бой одновременно больше, чем с парой-тройкой солдат Будет довольно сложно Все-таки мы играем за самого обычного агента А не за Супермена Кроме этого, важную роль стала играть система распознавания Благодаря которой враги могут заметить странности в поведении игрока Например, если вы будете ползать в форме немецкого офицера Рядом с немецкими же солдатами То это как минимум вызовет подозрение 5 баллов с геймплей Графический моторчик игры работает безукоризненно Реалистичные тени, прекрасно смоделированная водная поверхность И хорошая анимация главного героя Все его движения абсолютно натуральны и вызывают ощущение реального человека 5 баллов за графику А вот музыкальное сопровождение несколько скучновато И многие из вас наверняка предпочтут отключить фоновую мелодию Но звуковые эффекты Выстрелы, щепетания птиц, разговоры немецких патрулей Все это сделано на твердую четверку Получилась очень даже неплохая игрушка Поклонники экшенов, конечно, уснут уже на первой миссии Но любители жанра стеллс будут в восторге От сообразительных искусственных противников И реалистичного окружения Не круглую, но все же пятерку получает игра Смерть шпионом К отличительным особенностям игры Также стоит отнести большие размеры карт И главное, огромный выбор способов Которыми можно достигнуть поставленные задачи В актив экшен можно добавить еще весьма симпатичный графический движок И аутентичное игровое окружение Включая точно смоделированные образцы техники и оружия Теперь давайте рассмотрим некоторые игровые моменты более детально Вопрос Я не могу переодеться в форму убитого немецкого офицера Иншульсганзебита, помогите мне! Отвечаем Переодеваться можно только в форму задушенных, оглушенных или усыпленных врагов Если вы зарезали неприятеля ножом или застрелили, то форма пачкается кровью и одевать ее никак нельзя Вопрос А как получить высокий рейтинг за прохождение миссии? Я все делаю как надо, а рейтинг не максимальный В чем дело? Отвечаем Самый высокий рейтинг можно получить, если проходить миссию диверсантам Ни разу не переодевшись с минимальным шумом и большим профессионализмом Профессионализм при этом будет выше, если использовать оружие ближнего действия Удавку, нож или хлороформ Вопрос Я переоделся в немецкую форму, но меня все равно не пускают в штаб Что делать? Отвечаем Идите в соседний дом Как только переступите порог, идите на цыпочках В комнате будет стоять офицер Он смотрит в окно и вам нужно просто тихо подкрасться к нему и, например, оглушить Возьмите у него документы и возвращайтесь к штабу Теперь вас должны пропустить Смотрите во второй части программы Не сталкер, аж далкер Shadow of Chernobyl Игра осталась, что называется, при своих Это колоссальных размеров экшен, снабженный внятной сюжетной линией Донателло, Микеланджело, Рафаэл и Леонардо Герои середины 90-х, легендарные черепашки-ниндзя Силы куда более могущественные, чем древнее зло Инопланетяне и русская мафия вместе взятые Смотрите во второй части программы Донателло, Микеланджело, Рафаэл и Леонардо Герои середины 90-х, легендарные черепашки-ниндзя Силы куда более могущественные, чем древнее зло Инопланетяне и русская мафия вместе взятые Не сталкер, аж далкер Shadow of Chernobyl Игра осталась, что называется, при своих Это колоссальных размеров экшен, снабженный внятной сюжетной линией Стало хорошей традицией выпускать игры вслед за фильмами Не стали нарушать законы менеджмента и черепашки-ниндзя Недавно появившиеся не только на экранах кинотеатров Но и на мониторах персональных компьютеров Как чувствует себя легендарная четверка в современном 3D-исполнении? Нам сегодня и предстоит это выяснить Встречайте 3D-экшен от третьего лица Kinect Mutant Ninja Turtles The Video Game По сюжету игры, бравой земноводной четверки Предстоит предотвратить порабощение мира Поработить же этот мир возжелал на этот раз Коварный, злой и жутко хитроумный ученый по имени Марк Уинтерс Который решил собрать под свое начало армию древних монстров И приступил он к воплощению своего злого умысла, конечно же, в Нью-Йорке Но позабыл наш злой гений о том Что в канализациях мегаполисы таятся и пожирают пиццу Силы куда более могущественные, чем древнее зло А именно, инопланетяне и русская мафия вместе взятые Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо Герои середины 90-х легендарные черепашки-ниндзя Раз в 3000 лет космос извергает на нашу планету армию монстров для того Чтобы, понимаете ли, уничтожить все живое на Земле Именно это вторжение нам и предстоит остановить Управляя четырьмя легендарными героями Их вечной помощницы Эйприл О'Нилл и мудрым учителем Сплинтером Глядя на игру, сразу становится понятно Что она создавалась людьми, приложившими руку к серии Принцов Персия Более того, вас начинает преследовать чувство Будто это и есть тот самый принц Только с натянутой на него текстурой черепахи Так как в игре вам предстоит делать все абсолютно то же самое Что вы делали во вселенной наследника Вавилонского трона Бегать, прыгать и решать загадки Периодически вступая в жаркие схватки с противниками Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 2 ГГц Гигабайт оперативный, 256 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 1,8 ГБ В качестве одной из основных особенностей геймплея Выделяется уникальная система взаимодействия черепах По нажатию одной кнопки откуда ни возьмись Вдруг возникает ваш зеленый брат Который поможет выполнить эффектное комбо массового поражения Сватки в игре проходят намного быстрее, чем в Принцов Персия И не требуют особой смекалки Арсенал акробатических приемов подопечных черепах обширен На земле вы будете стоять не более 3-4 секунд за уровень Занимая все остальное время головокружительными кульбитами В воздухе и побегушками по отвесным стенам А что еще нужно любителям аркад? 5 баллов за геймплей Графически PC-версия опережает остальные, но это, пожалуй, единственный ее плюс Игра откровенно заточена под консоли Кислотные цвета, огромные надписи, неправильный формат экрана Сменяющие друг друга с бешеной скоростью ракурсы определенно бьют по сознанию Играть в такое на PC все равно, что смотреть боевик, вплотную уставившись в телевизор Таким образом, если хотите насладиться черепахами в полной мере, покупайте консоль В общем же, графика выполнена на пятерку Музыкальное сопровождение и эффекты вряд ли кого-то удивят Все стандартно для консольной аркады Разрядить обстановку смогут разве что веселые выигрыки самих черепах Которые всю игру ловко шутят над происходящим 5 баллов за звук Учитывая то, что игра обладает такими популярными персонажами Выпускается одновременно с фильмом и вообще заранее обречена на успех Можно было предположить, что в итоге нам опять достанутся в лучшем случае объедки Но случилось чудо и на прилавке магазинов легла отличная аркада Teenage Mutant Ninja Turtles V Video Game Твердая пятерка В целом выходит довольно приятная и ни к чему не обязывающая игра Которая точно понравится всем поклонникам черепашек-ниндзя Почитателям сына Персии И людям, которые предпочитают просто попрыгать по крышам и стенам Не отрываясь от монитора Но несколько коварных моментов в игре все же есть О них-то мы сейчас и поговорим Вопрос Я не знаю, как не выбраться с крыши Что делать? Отвечаем В углу есть небольшое углубление в стене примыкающего к крыше дома Пространство довольно узкое И вы без труда сможете залезть наверх Для этого нужно всего лишь отталкиваться То от одной, то от другой стены Вопрос А как бороться с воинами клана Фуд? И как не могу их убить? Отвечаем Главное их оружие — сильный удар с выпадом Научитесь его предугадывать И победа гарантирована Старайтесь раскидать их и действовать целенаправленно Как только они опомнятся Снова применяйте прием с прыжком и ударной волной Особо умные поклонники уже давно окрестили следующую игру ждалкером И кажется, отчаялись увидеть в этой жизни Если вы не знаете, о чем речь Тогда вы смотрите правильную программу Как следует из названия Shadow of Chernobyl Сталкер призван напомнить миру о том, что произошло на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года Местный сюжет начинается в 2006 году Когда зона неожиданно расширяется на 5 километров По слухам, из-за второго взрыва реактора Бояны со свойственной им деликатностью Опечатывают окружающее пространство Но обнаруживаются те самые сталкеры Одиночки, а впоследствии целой группировки Которые выносят из зоны ценные артефакты Нам с вами, как нетрудно догадаться Отводится роль одного из них Сталкер остался, что называется, при своих Это колоссальных размеров экшен Снабженный внятной сюжетной линией То есть, с одной стороны Мы с вами окажемся в самом недостаточном мире Который вроде как живет по своим законам С другой, официально подтверждено 7 концовок Игра поступила в продажу 20 марта 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор Core 2 Duo 6400 или Athlon X2-4200+, 2 гигабайта оперативной памяти и 512 мегабайт видео А также 10 гигабайт на жестком диске Своим геймплеем Сталкер периодически напоминает Elder Scrolls 4 Oblivion В постъядерных декорациях И без РПГ-возни с характеристиками персонажа Имеется, однако, внушительный инвентарь Артефакты и всевозможные костюмы Сталкер, о глубине которого столько говорилось Действительно получился игрой колоссальных масштабов и пропорций Наша оценка геймплея — 5 баллов Игра ощутимо меняется по мере продвижения Доставляя вас то форсировать, то сбавлять темп Сталкер выглядит очень насыщенно Графика не поражает в самое сердце, как это делали скриншоты несколько лет назад Но в кадре постоянно происходит какое-то движение Возраст движка дает о себе знать на открытых пространствах Но в помещениях технология неожиданно начинает играть с шейдерами И модными спецэффектами вроде искажения воздуха Наша оценка внешних данных — 5 баллов Озвучка в игре хорошая Нареканий не вызывает Персонажи озвучены профессионально Даже NPC разговаривают правильными голосами Со спецэффектами все так же в порядке Окружающая среда живет своей жизнью и фонит различными шумами Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов Во всей этой многолетней эпопее интригует, разумеется, конечный результат GSC — чуть ли не единственные разработчики бывшего СНГ Которые много лет упорно делали бескомпромиссную игру своей мечты с неограниченной свободой и самодостаточным миром Которому, по большому счету, не нужен игрок Удивительно, но за все эти годы оптимизма не убавилось К релизу приготовили именно то, что обещали Наша общая оценка игры — 5 баллов И такая высокая оценка, несмотря на огромное количество недоработок и просто халтуры И вы наверняка с нами согласитесь Главное в игре — геймплей, а точнее — совокупность внешних данных, сюжетных линий, игрового процесса В общем, игра должна зацепить У Shadow of Chernobyl это получается Для тех из вас, безнадежно пойманных на этот крючок и столкнувшихся с трудностями в прохождении Далее наши ответы на ваши вопросы Первый вопрос А где находится долговец, которого нужно освободить на базе бандитов под предводительством Борова? Отвечаем Он находится в подвальном помещении С ним можно поговорить еще с улицы через решетку Следующий вопрос А как надеть дополнительное оборудование на оружие? Отвечаем Наведите курсор на глушитель, прицел или подствольник Затем перетащите его на оружие Снять их можно, нажав правую кнопку мыши Следующий вопрос В лаборатории Х-18 в самом конце летает странная аномалия Бьет огнем, дверь кто-то держит, бежать некуда Что мне там делать? Отвечаем Надо стрелять по летающему мигающему огоньку Когда его прикончишь, персонаж упадет Так и надо Будет первый ролик Следующий вопрос А как присоединиться к группировке сталкеров? Отвечаем Никак Можно только выполнять задания главаря Но числиться в группе вы все равно не будете Следующий вопрос А помогите пройти за нас В самом начале игры Никак не получается Поможем! Есть несколько вариантов В арку с аномалией не суйтесь Идите лучше к солдатам Либо завалите их Либо договоритесь за деньги с одним из них Или еще правее Есть подземный ход А проще всего Неситесь на пролом На сегодня это все Меня зовут Борик Ротер Это был Фак Заходите в форум на сайте moustv.ru Я и там общаюсь с вами Присылайте мне свои вопросы На адрес faqsobaka.moust.tv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма Пока! Субтитры сделал DimaTorzok